Прошлое видео по Майнфайт РП закончилось на том, что мы познакомились с новым персонажем по имени Освальд, который вполне любезно согласился провести нас в хлев, чтобы мы-то вместе и переночевали. Ну а что было дальше, смотрите в этом видео. Всем здорово народ, у микрофона я Стриж, и это новое видео по проекту Майнфайт РП в Майнкрафте. Ну а для тех, кто не в курсе, это ролеплей сервер в Майнкрафте. Да, таких мало, но они существуют. И если вы не смотрели прошлое видео по этому серверу, то обязательно советую посмотреть. Ну а так как это видео выйдет 30 декабря, а там уже через день 2 Новый Год, то я вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Я очень надеюсь, что вы проведете этот праздник максимально на все 100%. Ну а все, что мне от вас надо, это всего лишь один лайк. Понимаете, всего один клик по мышке, и вы сделаете мне приятный подарок на Новый Год. Так что не поленись и прожми лайк под это видео. Продолжим наш разговор оттуда, откуда и закончили. Мы с Освальдом отдыхали в хлеву и общались на свои темы. На самом деле очень странно, что охрана нас не прогнала, потому что мы довольно громко общались и нас могли вполне услышать. Ну а если что, то охрана как бы была в сети, но она общалась с кем-то на улице. Так что, наверное, нам повезло. Ну а спустя какое-то время Освальд предложил нам обеим прогуляться и поискать тех, кто предоставит нам работу. Выходит на улицу, огрядывает окрестности, идет дальше и натягивает параллельно шапку на голову. Так, на сервис сейчас онлайн очень даже неплохой для этого времени. И мы с Освальдом вышли, чтобы поискать тех, кто сможет дать нам работку. Надеюсь, это у нас получится. Правда, сейчас там, где было очень много людей, то я чего-то сейчас никого не вижу. Я сейчас написал, черт, опять он. И если вы не поняли, о ком я говорю, то это тот самый парень, который угрожал мне еще днем. В общем-то, пока мы с моим приятелем шутили и смеялись с этого паренька, тот не выдержал и приставил лезвие меча к моему горлу. Хоть он был и слепым, но оказался способным постоять за себя. Ну а для тех, кто не в курсе, то на Майнфайте РП играет со средневековья со своим лором. Поэтому, если вы увидите здесь в дальнейшем всяких магов и так далее, то это нормально. В общем-то, я ответил Освальду, что это да, это тот юноша, про которого я тебе говорил. Потому что мы еще в хлеву общались за этого парня, и я ему рассказывал то, что этот юноша мне угрожал. Он вытягивает с глубины кожи на накидку трубу, оглядывает в нее парня. Мне кажется, это что-то довольно палевно, смотреть в парня с трубы прям на него. Хотя, если он вроде слепой, то он должен и не заметить, но если он действительно слепой. Слушай, ну рожа у него да, молодая. Вроде слепой, сказал Освальд. Я же ему ответил, да не вроде, а так и есть. И слепота не мешает ему с мечом обращаться. А в спешке убирает трубу обратно, старается не обращать на себя лишнее внимание. Он точно слепой? Я же ответил, что по виду вроде слепой. Ну, я думаю, этот хрен не видел, что я на него смотрю. Сказал нам Освальд. Я на самом деле очень надеюсь, что он действительно слепой, и не видел, как Освальд на него пялился. Потому что я бы, честно, не хотел бы с ним как-то второй раз контактировать. Ха-ха! Освальд пишет, может опрокинем его, если раздобыть нож, то можно поймать этого козла где-то и узнать, кто он такой. Конечно, идея очень хорошая, но очень рискованная. Так, здесь подошел стражник, и, возможно, этот стражник в курсе по поводу работы, и как раз-таки Освальд предложил обратиться лучше к нему. Надеюсь, он все-таки получит найти работу, потому что она сейчас нам не помешает. Эй, как это? Приветствую. Мы тут совсем не местные, говорит Освальд. Я думаю, сейчас у этого стражника в голове такие мысли по типу, эй, вы кто такие? Я вас не звал, идите нахуй. Здравия, слушаю вас, говорит нам Вульфно Харте, ну ничего себе имя. Узнать хотели, где тут фермер какой-то или даже старшой. Мы по поводу работы нас это направили к вам, говорит Освальд. Ну я фермер. Ха, ничего себе, ты еще и стражник, и фермер, ну ничего себе кофеечек два в одном. Говорят, мол, можно к стражнику подойти, он подскажет. Этот стражник говорит, что он ручается за ферму, а Освальд отвечает, что он что-то не похож на фермера. Забавно, когда получается. Ну, кстати, да, он что-то вообще не похож на фермера на самом деле. Он что-то слишком какой-то красивый для фермера. Здесь какие-то подошли еще важные ребята, которые собирают стражу в храме. Короче, какой-то очень стрёмный мужик. И опять этот слепой парень стоит, тут смотрит на нас, меня это напрягает. Они у нас спросили, типа, чего мы ищем, и Освальд сказал, что мы ищем работу. Я очень надеюсь, что эти важные ребята смогут нам дать работу. Главное только, чтобы не в страже, потому что сейчас в страже я играть особо как-то, ну, не горю желанием. Вы к чему-то пришли или просто привлокли ноги? В орден можем вас принять, да там работать будете. Да не хочу я в орден! Какой орден? Нам не нужно. Мы работу ищем в городе, хотим в работяге податься. Во-во, Освальд дело говорит. Я тоже как-то, ну, не особо горю желанием в ордене служить. Так, ладно, пока наши персонажи там пытаются как-то договориться за счет работы, я вам обрисую кратко ситуацию, которая сейчас происходит. Нас приглашают в орден, то есть это гвардия при церкви. Но меня и Освальда такой расклад не устраивает, потому что мы, как бы, ну, не служивые. Нам давай только топор в руки, и мы пойдем куда-нибудь там лес валить. Это вот нас устраивает. А вот эти ваши служебные делишки, там, строевой шаг и так далее, это вы уже давайте как-нибудь сами. Не, ну, как бы, ну, кто в здравом уме пойдет самостоятельно служить? Не, ну, если ты прям вообще по жизни дундук и ничего не умеешь, то добро пожаловать на службу. Так, какой-то Рейнхолд Кримсон пишет, что если лес валить умеете, то могу вам заплатить за это. Сейчас нужно таверну подлатать, сами можете увидеть, что с ней. Ну, вот это вот уже, как бы, по-нашему. Вот такой вот разговор нас устраивает. Главное осталось узнать, сколько, ну, как бы, платят. Это вот самый главный вопрос. Ну, вы это, давайте как-то договоримся. Вы нам топоры какие, оплату пообещаете, скажете, где вас искать, и кто вы. Дадите какую-то бумагу, сколько нам нужно, и кому передать. Эээ, чё там было еще? Да, и мы сделаем. А, так пойдет, говорит Освальд. Знаете, Освальд это какое-то решало чисто за меня. Я такой чисто в сторонке стою и ничего не делаю. А он так чисто за меня договаривается. Но я, в принципе, и не против. Бегло осматривает карманы одежки, снимает шляпу, вынимая из тайного кармашка монетку, проговаривая фразу. Почините таверну, златую дам. Это золотая монета, что ли, здесь такая местная? Наверное, это круто, не знаю. Освальд говорит, а, ну, это другое дело. Видимо, его это устроило. Я, честно, не знаю, сколько здесь ценится эта златое, потому что на сервере я ищу относительно новичок и не шарю за всю эту экономику. Златая, ты представляешь, это столько накупить можно, свое дело открыть, сказал нам Освальд. Я ему говорю, чтобы, главное, чтобы нас не обули, потому что, ну, доверять каждому встречному, это тоже такое себе, потому что мы сейчас работу сделаем, а по итогу нам нихрена не заплатят. Ребята, нам, короче, пообещали целых две златые. Первая злато, если мы привезем сюда бревна ели, ну, или не бревна ели, я не знаю, как это правильно называется, но не важно. И вторую златую, если мы отремонтируем таверну. Сейчас, короче, этот важный мужичок отошел за топорами и привезет нам еще лошадь, на которой мы отправимся за этими елями. Короче, полноценный балдеж. Опа, а вот, походу, и наш конь. Ну, кстати, ничего себе здоровяк, я вам скажу. Прям нифигово себе коняра так. Под правой рукой мужчины был сверток, что-то было обмотано тканью, вскоре Рейн протянул этот сверток мужчинам. А, сверток? А, вот оно что, это топоры, тюты. Я думал, что там, деньги что ли уже? Я спрашиваю, что да, вот, отлично, и как вас потом можно будет найти после выполнения работы? Я всегда в граде, очень редко сижу в крепости. В целом, можете искать меня в трактире. А, коль меня не будет, так спросите у стража. Мгм, понятно. Ну, и чем эта ситуация закончилась? Я предложил Освальду, чтобы он сам возился с этим конем, потому что я с конями как бы, ну, не лажу. Ну, и он повез ее в хлев, где, в принципе, и должен был завести ее в загон и привязать, чтобы она от нас не сбежала. Ну, и потом мы вышли с сервера и разошлись по своим делам. Ну, что же, вот такой вот ролик у меня и получился. Надеюсь, он вам действительно понравился и вы были заинтересованы этим проектом. Ну, а если вы каким-то образом пропустили мимо ушей название этого проекта, то он называется Майнфайт Ролеплей. Все подробности об этом проекте есть в описании под видео. И, опять же, под конец этого видео я желаю вам всего наилучшего в следующем году, а также мирного неба над головой. У микрофона был я, Стриж, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok